Девятый поселок Черногорска, выездное заседание суда. Прямо на улице истец, ответчики, прокурор, секретарь, свидетели и судья. Здесь они должны получить ответ на вопрос, который стоит ребром в деле уже полгода. В ноябре черногорская пенсионерка получила открытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, поскользнувшись здесь на тротуаре. Я подошла к двери. Тут, правда, было подметено, все хорошо, но здесь тоже наказы и, как говорится, гололед. И я думаю, куда же мне пойти? Сюда ли пойти? Или сюда пойти? Ну, в общем, я наступила ногой, и я пошла на искусство. Потрогала, пойду или не пойду, и пошла. Где я пошла, я не помню. Где я упала, не помню. Я очнулась только в приемном покое. Где именно упала 80-летняя женщина, от этого теперь зависит, кто виноват. Тротуар, по которому шла Лидия Терентьевна, поделен пополам. 1 метр 15 сантиметров от фасада дома чистит ЖУ-8. Все остальное администрация Черногорска. Чей был гололед, тот и будет платить компенсацию пострадавшей. Пенсионерка оценила моральный ущерб в 70 тысяч рублей. Вопрос можно было решить, не выходя из здания суда. Первый свидетель в деле указал на расстояние в полтора метра, где упала пенсионерка. Однако администрация показаниям не доверилась и настояла на следственном эксперименте. Мэрия сама нашла кадастрового инженера. На месте выступили еще два свидетеля. Ну где-то вот, ну вот тут вот. Ну вот здесь примерно. Ну 4,20. Это собственно и все, что нужно было выяснить суду, чтобы установить ответчика. Несмотря на то, что ежегодно в межсезонье в Хакасии травмируются на скользких тротуарах сотни людей, дело пусть и не прецедент, но редкий случай в судебной практике. Чтобы рассмотреть его по существу, суд собрал массу доказательств. От показаний свидетелей до кадастровых карт местности и графиков очистки и подсыпки улиц, в которых, кстати, улицы Кирова не было. Сложность была, конечно, составила найти свидетелей, которые могли действительно показать, где упала ястица наша, поскольку сама она прибыла, после падения пребывала в бессознательном состоянии. После травмы пострадавшая 10 дней провела в больнице и до сих пор продолжает лечение. Суд постановил признать виновной в случившемся администрацию Черногорска. Моральный ущерб оценил значительно ниже, не в 70, а в 25 тысяч рублей. Однако сама пострадавшая признается, в суд подала не ради наживы, а скорее от обиды. Чтобы, как говорится, внимательно относились к пожилым людям. В таких местах, как аптека, магазин, пойти в банк. У сторон по закону есть месяц, чтобы обжаловать приговор суда после того, как он вступит в силу. К слову, в Черногорске готовится к рассмотрению еще одно подобное дело. По факту случая, когда в январе на крыльце школы поскользнулась и травмировалась ученица. Елена Крылова, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Субтитры создавал DimaTorzok